Игорь Солонович лучше других понимает ценность ресурсов планеты и почему их нужно оберегать. В инспекции по охране природы мужчина работает вот уже 9 лет. Вместе с коллегами стоит на защите флоры нашего города. Эколог признается, в сферу попал случайно, но остался по велению сердца. Мы та сдерживающая сила, которая на сегодняшний день пытается удержать в рамках законодательства. И я считаю, что успешно удерживает растущий уровень потребления ресурсов. В связи с тем, что многими экологические интересы ставятся превыше экономических, очень большими темпами растет процесс потребления природных ресурсов. А возобновление или восстановление этих природных ресурсов на это тратятся тоже очень большие деньги, энергия, время и трудозатраты. Во всем мире 5 июня отмечают День защиты окружающей среды. Пробудить в каждом человеке желание оберегать свою планету – такую задачу ставят перед собой экологи. И Беларусь, конечно, не стоит в стороне. Инспекцию по охране природы по праву можно назвать экологической милицией. Несанкционированные свалки, выбросы вредных веществ предприятиями и костры в неположенных местах – это лишь малая часть ответственности специалистов. Государственный контроль Республики Беларусь направлен на то, чтобы как можно лучше и как можно больше сохранить природных комплексов в том виде, в котором они на сегодняшний день существуют. Мы являемся той преградой теми представителя закона, которые останавливают порой непомерный аппетит какой-то экономической модели. Все должно быть в равновесии. То есть, если это равновесие нарушать, и мы все сделаем выбор в пользу экономики, в пользу зарабатывания денег, потребления ресурсов, то нашим детям ничего не останется. Почти 40% территорий нашей страны покрыты лесами. Это 10 миллионов гектаров – гордость и ценность республики. Поэтому особое внимание массиву. На благо трудятся не только специализированные службы. Проводят экологические акции, привлекают и молодежь. Студенческим отрядам доверяют высадку деревьев. Бобруски – это дуб, береза и ель. В будущем ребята смогут связать свою жизнь с зелеными просторами. Республика Беларусь работает по принципу восстановления всех вырубок. И нельзя делать так, чтобы вырубленный лес остался без лесовозобновления. Лесовозобновление может быть естественным и искусственным. Для создания естественного лесовозобновления оставляются семенники на площади. Но этого недостаточно, поэтому создаются лесные культуры, то есть делается подготовка почвы, распахивают и по технологии высаживают деревья. Хороший способ сохранить ресурс планеты – дать вторую жизнь старым вещам. Здесь за дело берется спецавтопредприятие. По всему городу установлено больше пяти с половиной тысяч контейнеров для сортировки мусора, пластика, стекла и бумаги. В ближайшее время еще 238 емкостей передадут жителям частного сектора совершенно бесплатно. Стоит помнить, не все отходы подлежат переработке, к примеру, лотки от яиц, панели ПВХ и тетропак. Отходы, которые собираются в контейнера для раздельного сбора, доставляются на территорию предприятия на линию до сортировки, которые потом делятся по видам и направляются на заводы-переработчики. Отходы бумаги мы направляем в основном на фабрику «Спартак» шклов. Отходы пластмассы – «Репласт» город Могилев, отходы стекла – филиал «Белресурсы» Бобруйский. И также мы отвозим белое стекло прозрачное в Елизово. К эко-движению присоединяются и магазины, отказываются от пластиковых пакетов и упаковок. Рестораны и кофейни тоже в деле. Во многих заведениях готовы сделать скидку, если заказать напиток в свой стакан. В качестве одноразовой посуды предлагают бамбуковые биоразлагаемые приборы, плюс озеленяет помещение внутри и территорию снаружи. Если клиент попросит еду на вынос, мы, соответственно, упакуем ее в крафтовую упаковку и подадим человеку. Также при желании человек, если закажет кофе, либо какой-то другой напиток, мы подаем в бумажных стаканчиках, предлагаем бамбуковую палочку. Беларусь идет по пути развития. Забота об окружающей среде – один из важных шагов. Каждый год принимаются решения для поддержки природных ресурсов. Сейчас в стране хотят ввести экологический налог на захоронение отходов потребления. Планируемый объем получаемых средств составит около 60 миллионов рублей ежегодно. И это только начало. Эко-кап вместо стаканчика, шоппер вместо пакета, бамбуковая зубная щетка вместо пластиковой. Кажется, все это такие мелочи в масштабах целой планеты. Но на деле всего один человек производит 400 килограммов мусора в год. Хотя бы немного сократить этот ущерб – наша прямая обязанность. Экологическое существование – принцип жизни в развитых странах. К примеру, в Германии перерабатывают практически все – от мебели до автомобильных запчастей. Во Франции не утилизируют излишки продукта в магазинах, а передают благотворительным фондам и волонтерским организациям. В США за нарушение положений в законе о качестве воздуха и воды штраф может достигнуть 25 тысяч долларов и даже уголовной ответственности. Стать частью глобального тренда очень просто. Стоит только начать. Карина Гуревич, Максим Галенка. Итоги недели.